Многие связывают боевые искусства с каким-то таинствами, с какими-то особенностями, с какой-то избранностью. Но мало кто рассматривает то, что боевые искусства это, в большом счёту, те навыки, которые приобретает каждый мальчишка, а может даже не только мальчишка, юные годы, те навыки, которые помогают человеку не только защитить себя, но и воспитать характер в будущем и двигаться по жизни, выбирая правильный путь. Буквально два года назад Ульяновская область завоевала право проведения первого всемирного фестиваля ТАФИСа на территории нашего региона. Эта концепция была поддержана Советом директоров ТАФИСа. И сейчас уже разработан концепт данного фестиваля. Определены основные действующие виды спорта, 15 видов спорта. Причём мы специально включили туда не только известные уже всем виды спорта, такие как карате, как тэквондо, такие как, соответственно, тайский бокс, но и, может быть, порой для кого-то более экзотичные, такие как силабам, грэплинг и многие-многие другие. Мы понимаем, что самое главное на сегодняшний день – это пример. Пример, который может показать мальчишкам, девчонкам то, что каждый может стать сильнее, каждый может научиться защищать себя, свою родину, своих друзей, близких, знакомых. И именно поэтому мы сейчас запустили программу послов ТАФИСа, в которой участвуют не только знаменитые спортсмены, такие как Григорий Дрозд, Павел Коржавых, люди, которые прославили нашу страну на мировой арене, но и люди, которые сейчас стали знаменитыми актерами, писателями, политиками, но которые в свое время, может быть, не добились значительных высот боевых искусств, но они прошли через эту школу. И девиз данного фестиваля, он взят, сформулирован не просто так, спор для всех, боевые искусства для каждого. Именно в этой логике мы и выстраиваем дальнейшую концепцию программы фестиваля. Мы хотим показать, что каждый может заниматься боевыми искусствами, каждый может освоить эти навыки, и каждый может изменить себя, изменить свой настрой на жизнь, каждый может выбрать свой путь в жизни и, в общем-то, бороться не только на ринге, не только на ковре, не только на татаме, но и бороться за себя, за своих близких и в работе, и в делах, и в принципе, просто по всей своей жизни.